Вот у меня есть задумка сейчас изменить наш капот вот таким образом, чтобы он был больше похож на какой-то такой футуристичный, как вот кибертрак у Илона Маска. А пока что кибертрак глазами российского конструктора выглядит примерно вот так. Футуристично, ничего не скажешь. Особого стиля добавляют вот эти три буквы по всему корпусу. Они сразу дают понять, какая мощь таится в машине. Валентин промышленный дизайнер. Его зовут, когда суровую технику нужно сделать чуть более милой. При идеальном раскладе должен не только украсить тот или иной агрегат, но и сделать его более эффективным и безопасным. Под высоким давлением отсюда жидкость выходит из насоса. Мы решили его отнести подальше от оператора, практически на метр отнесли вот сюда, что увеличило безопасность нахождения оператора возле дизельно-насосной станции. Промышленный дизайн на московских заводах появился сразу после революции. Нравы тогда изменились. Рабочий класс тоже захотел добавить в свой мир красоты. До октября пролетарии вроде как и не задумывались об этом. Сегодня внешний вид одно из важнейших условий успешной реализации товаров. И первый шаг к этому – создание изделия на уровне промышленного образца. Новый этап развития дизайнерские отделы при заводах и фабриках получили в нулевых. Суровый оскал капитализма. В условиях рыночной конкуренции производители пытались выделить свой продукт среди остальных. Дизайн, красота у нас продиктованы рынком. Наши крайне уже конечные пользователи дают нам обратную связь, что нам нужно доработать. Незаменимый помощник всех высокоживущих – лифт. Уже в этом году жители московских ЖК будут кататься вот на таких обновленных подъемниках. Проект в завершающей стадии. У него даже монитор на рабочем столе длиною в метр. Особый изогнутый экран, чтобы рисовать было удобно. Завесу лифтовых тайн мне приоткрыл Алексей Блинков. Это он, вчерашний студент Строгановки, придумал дизайн новых подъемников. Название дал в патриотичные. Например, есть Кузбасс, Красная Поляна, Заполярный. Кузбасс, наверное, уголь. Да. Киржи, как раз посвященные на ревне архитектуре нашей деревянному зодчеству. Байкал там со льдом. Все такое белое, красивое, легкое. А чтобы точно не ошибиться в том, что может зайти аудитория, на помощь промышленным дизайнерам приходит виртуальная реальность. Использование VR-технологий еще на этапе разработки помогает нам понять, как будет выглядеть объект. И прямо сейчас я в режиме реального времени тестирую поезд Иволга. Могу посмотреть, как он выглядит снаружи и внутри. И оценить комфорт и удобство для пассажиров. Хочешь стать промышленным дизайнером? Да, пожалуйста. В Москве этих специалистов готовят более чем в 10 вузах. В лидерах традиционная Строгановская академия и Бауманка. Есть еще новые учебные заведения. Это там Британка, это дизайн школы в высшей школе экономики. И мы открыли недавно нашу компанию, магистрскую программу в МИСИС, которая посвящена промышленному дизайну. Выпускники нарасхват. Работы много, и творчество в ней тоже. Можно не только делать красивыми промышленные агрегаты и лифты, но еще, например, интерактивные панели. Здесь, в особой экономической зоне Технополис Москва, создают сенсорные экраны для любых устройств. От кофемашин до банкоматов и школьных досок. Особое внимание уделяют начинке, которая должна быть не только качественной, но и эстетичной. Мы поставили перед собой задачу разработать полностью отечественную материнскую плату для своих устройств и сделали это. Инженеры-электронщики поймут, почему она красива и прекрасна. Ну и, конечно, законы физики никто не отменял. Симметрия, она неизбежна даже в передаче электрического сигнала. А вот так в перспективе могут выглядеть автобусные остановки. На крыше солнечные панели. Сенсорные экраны предупредят, если скоро дождь. Этот проект в прошлом году выиграл столичную премию «Лучший промышленный дизайн России». Мы теперь можем писать на своих продуктах и решениях, что это лучший промышленный дизайн России. Это, безусловно, пиар-поддержка нашего проекта и возможность донести его до максимально широкого круга возможных покупателей, возможных партнеров. Участниками первого конкурса стали больше 500 компаний. В финал вышли 20 победителей. 15 из них работают в Москве. Премию учредили для поддержки и развития промышленного дизайна в стране, чтобы отечественная продукция с каждым годом становилась все более эффективной и привлекательной для пользователей.